Приветствую вас! Давайте мы, наверное, начнем с конца вашего текста и скажем, что да, действительно, девушка не будет дарить цветы и подарки без намерений, да, действительно, девушка ведет себя, как заинтересована в вас, да, действительно, у девушки, очевидно, есть к вам чувства, да, действительно, она, наверное, на что-то надеется, но только здесь стоит отметить, что она уже надеется, то есть как бы уже от вас здесь не зависит, дадите вы ей надежду или не дадите, она уже надеется. В тот момент, когда вы приняли ее подарки, если они были, в тот момент, когда вы приняли приглашение ее, если приняли приглашение в кино, в кафе и так далее, то есть, ну, тут я не очень понял, не очень понял, приняли вы или нет. Вот. Надежда уже есть, надежда уже есть. С точки зрения отношений, плохо, что она пытается оградить вас от неприятностей, потому что это скорее больше такая, знаете, спасательная позиция, позиция спасителя, вот, в отношениях принято данной позиции считать крайне негативной. Ну, потому что они ведут к совершенным самоожиданиям, они ведут к разочарованию, ну, как правило. Вот. Но это уже, скорее, детали. Вот. Значит, так. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса заключается в том, что вы пишете о себе, о том, что вы... Ветеросексуальная, что вы не бейте. Вот. Но... Вот эта девушка, она вас... Дала вам почувствовать себя... Обожаемой. Дала вам почувствовать себя... Дала вам возможность почувствовать себя желанной. И вы знаете, Марина, я бы хотел, ну, если это ваше настоящее имя, я бы хотел отметить, наверное, отдельно немножко, отдельно немножко, что... Если вы чувствуете только себя... Хорошо. С этой девочкой. То есть, если вам нравится, что... Ну, как она себя ведет, да, если вам нравится, как вы себя чувствуете... Вот. Вот. Но при этом к ней симпатии вы не испытываете. То есть, вам не хочется делать что-то для нее. Вам не хочется... Ну, как бы... Отвечать ей на ее действия какие-то. Вот. Вам не хочется, к примеру... Проявлять активность... По... Отношению к ней. Если так... Если так... То в таком случае, наверное, все же не стоит с ней сближаться, потому что... Вы через нее просто компенсируете то, чего не хватает вам. Если же вы чувствуете к ней симпатию, если она вас привлекает, ну, если вы находите ее привлекательной, вот, то... Тут можно попробовать отношения, все равно ничего, как бы, плохого здесь не будет. Вот. То есть, ну... Попробуйте, посмотрите. Что касается ориентации, что касается ориентации, то... Как бы давно уже... Доказано, что человек в большинстве своем... Именно би... То есть, ну, большинство людей именно бисексуальной ориентации, а не гетер. Ну, то есть... Такая вот история. Вот. Ну, только они, как бы, сами этого не знают, да, люди? Ну, у кого-то страйки, у кого-то ограничения, у кого-то комплексы. То есть, такая вот история в целом. Ну, вот. Поэтому... То, что вы на себя повесили ярлык такой, что вот я гетеросексуальный и дальше даже не би, но это... Не более, чем... Субъективная такая позиция, к сожалению. Потому что вы не знаете, что би вы или не би, пока не попробуете. Вот. Как бы, как бы это не звучало. Ну, вот. Ну, может быть, то, что касается девушки, да, то вы можете ей прямо сказать, что вот такая ситуация, что у меня до этого был опыт только с мужчинами, к примеру. Ну, или просто даже не говорить про опыт, а просто рассказать, что, значит, к примеру, да, просто рассказать ей, что вот, ну, что вы встречались только с мужчиной, просто вот, и всё. То есть, прямо говорить о том, что у вас не было опыта с девушками не стоит, потому что это может создать неловкую ситуацию. Ну, вот. Но сказать вот так, в принципе, вполне возможно. Сказать вот так, в принципе, вполне нормально. Будет. Вот. И, соответственно, соответственно, этим вы положите начало для честности в ваших отношениях. То есть, если вы хотите вот, какими бы они ни были, но выстраивать их честно-честно, то вот это первый путь, первый и главный путь. Вот. А с другой стороны, с другой стороны, я почувствовал, что у вас был неудачный опыт с мужчинами. Ну, просто вот, не складывались отношения у вас с мужчинами. А, ну, конечно, понятно, что я могу ошибаться здесь, потому что здесь информации практически никакой о вас нет, в этом смысле. Но, мне кажется, мне кажется, что неудачный опыт с мужчинами у вас был. А косвенно на это намекает то, что вот вы говорите, что она ухаживает так, как не ухаживает ни одна мужчина, ни один мужчина, да, не ухаживал. И, значит, ухаживает так, как, как, то есть я, ну, я чувствую себя так, как мечтает чувствовать себя любая женщина, там, в отношении к мужчине. Вот. Это меня, если честно, немножко настораживает, потому что, если вас обидели мужчины как-то, если у вас, если у вас там, ну, драматичные какие-то моменты, связанные с мужчинами и так далее, то, опять же, вступать в отношения с девушкой, ну, не совсем правильно будет, не совсем правильно будет, не совсем этично будет, потому что, получается, как бы, что вы её используете. получается, что вы её просто используете, вот. И, опять же, ни к чему хорошему это не приведёт. То есть, в этом смысле имеет, имеет значение, эм, завершённость отношений с мужчинами, проработка или избавление обид, от обид на них. И дальше уже выстраивать отношения с этой девочкой, как бы чисто воспринимая её без сравнения с мышинами. Вот так. То есть, понятно, что всё равно вы будете её как-то вот, ну, вы видите в ней, да, мышкой нажал, это решительная такая вот, приглашает в кино, в кафе и т.д. Вот. Но лучше всё равно, чтобы вы не сравнивали, лучше, чтобы вы не сравнивали, потому что девочка к вам, она, судя по всему, настроена так, ну, достаточно искренне и как бы серьёзно. Вот. Вот так, в принципе, можно вам ответить на ваш вопрос. В целом, ну, в целом, я бы хотел сказать, чтобы вы не циклились на какой-то ориентации такой вот определённой, да, потому что не всегда это очевидно, не всегда это лежит на поверхности, вот. Да и как уже давно известно, что за спрос, как бы за попытку, попытка не пытка, вот. Если вы получите опыт взаимодействия с женщиной, то, может быть, в этом станете только богаче и вам будет от этого лучше. Вот. С другой стороны, если, например, данная ситуация продемонстрирует, что у вас есть какие-то ниточки к ниточке, которые ведут в прошлое, то это повод от них избавиться. А если вы, к примеру, почувствуете, что стесняетесь что-либо сказать, или как-либо себя проявить по отношению к этой девочке, да, то это вот скорее уже результат того, что вы просто, ну, просто не привыкли выстраивать отношения очень честно. Опять же, я не знал, да, просто здесь вот, исходя из того, что вы написали, я могу сделать такой вывод. На этом всё. Надеюсь, что помог вам хоть немножко разобраться в этой ситуации. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.